Вести здоровый образ жизни Знаете ли вы, что такое вести здоровый образ жизни? Да, конечно, я знаю, как вести здоровый образ жизни. Это очень полезно. Ведь если ты не имеешь вредных привычек, то ты, можно сказать, ведешь здоровый образ жизни. В чем еще заключается ведение здорового образа жизни? Заниматься спортом. Тоже самое, если ты встанешь утром, зарядку сделаешь, тоже помогает. Да, знаю. Это здоровый образ жизни, это образ жизни человека, при котором он не имеет вредных привычек и занимается спортом. Знаете ли вы, что значит вести здоровый образ жизни? Конечно, за полвека узнал. В чем состоит здоровый образ жизни? Ну, здоровый образ жизни состоит с разных положений, можно так сказать. Это, в первую очередь, конечно, вредные привычки. Второе, это, конечно, психическое здоровье и воспитание, конечно, молодежи в том плане, чтобы они более направлялись на спорт, на какие-то важные и нужные дела, которые нужны и нашей стране, и нашей республике, конечно. Конечно, знают. А что же не знают? Не пить, не курить, жирного не кушать. Не пить, не курить. Это должна быть системно. У человека должен быть график, режим его жизни. Он должен подниматься в одно и то же время, ложиться спать точно так же в одно и то же время. Распределять программно свой день, как он будет заниматься, чем он будет заниматься. Здоровая жизнь, это питание идет, нормально, спорт. Вести себя хорошо. Что еще может быть? Не пить, не курить, спортом заниматься. Придерживаться правильного питания, также побольше ходить, заниматься спортом. Я не знаю, общаться с правильными людьми. Знаю, конечно же, не пить, не курить, заниматься спортом. Как там говорится, поговорка еще. Здоровье в порядке, спасибо за ряд. Знаем, это не курить, не пить, заниматься спортом и правильное питание. Ну, как говорят многие, правильное питание, там, спорт. Знаю, не пить, не курить, спортом заниматься. Вести здоровый образ жизни. Не пить, не курить, заниматься спортом. Все время быть в хорошем настроении, прежде всего. Не обращать внимания на мелкие неприятности. Ну, знаю. Заниматься спортом, питание, чтобы было то, которое положено, более соблюдать диету какую-то. Ну, и не курить. Скажите, ведете ли вы здоровый образ жизни? Да, конечно, веду. В чем это заключается? Ну, я занимаюсь спортом, я не имею вредных привычек. Я не употребляю алкоголь и занимаюсь спортом. Не всегда. Конечно. Стараемся. Да. Я не пью, не курю, не сквернословлю. И пишу стихи тоже на эту тему, чтобы люди, которые будут читать эти стихи, они тоже стремились к этому образу жизни. Да, мы сейчас идем на тренировку. Ну, как бы, да. Я пытаюсь правильно питаться, но так не курю, не пью. Веду, зарядку делаю. Ну, как сказать, временами, может быть. В школе, в эскультуре, может, там, пробивуюсь. Не курю. Я стараюсь какую-то диету соблюдать. Ну, спортзал еще, пока еще не собралась, но собираюсь. Ну, я занимаюсь спортом уже, можно сказать, почти всю сознательную жизнь. Спасибо отцу приучил из детства. 50 на 50. Ну, занимаюсь спортом, также питаюсь правильно, стараюсь. Ну, вела всю свою жизнь. А сейчас нет. Здоровый образ жизни нужно вести, чтобы вести населую республику вперед. Это очень важная веха в жизни, наверное, любого человека. Есть, конечно, праздники, есть и другие мероприятия. Но, в принципе, здоровый образ жизни – это, конечно, семья, это, конечно, учеба, какие-то интересы, будущее. И если к этому не стремиться, то, конечно, получается все хуже. Это жизненно необходимо. Ну, кому как, кто хочет дольше прожить, для того очень важно. Мне кажется, особенно после 40 уже надо... Да 40 можно еще так, а после 40... Если ты хочешь жить жизнь длинную, продуктивную, полезную для себя и для общества, то ты должен вести нормальный образ жизни. Нормальный образ жизни. Не употреблять никаких... И даже не начинать пробовать. Потому что тут кто раз попробовал, люди, некоторые думают так. Да я раз, два, три попробую, а потом все будет нормально. А потом у него привычка вырабатывается. Нервная система попадает в зависимость и покатилась жизнь под откос. Я не могу об этом нормально рассуждать, потому что каждый воспринимает это по-своему. Но я считаю, что для того, чтобы сохранять свой организм, так сказать, в хорошей форме, это обязательно. Ну, для суставов, для всего, для здоровья в таком возрасте. Ну, по сравнению со своими сверстницами, можно сравнить, когда люди уже просто не могут ни ходить, ни лежать, ни сидеть. Вот. А я в своем возрасте еще веду активный образ жизни. Путешествую, могу пешком, плаваю, все делаю. Ну, это нужно человеку просто как таковому, без него никак. Ну, мы созданы просто, чтобы получать нагрузку всевозможную. А в современном мире не всегда удается, поэтому нужно специально внимание на это обращать. Вот, и тогда здоровье будет, да, активный образ жизни и так далее. Стараться придерживаться, особенно в жару, меньше употреблять сигарет, никотина и алкоголь, в том числе даже слабо алкогольное. Для здорового потомства, думаю, нашего. Каждый человек сам себя контролирует и регулирует. Принудить к чему-то никого нельзя. По моему мнению, мероприятий очень много проводится на эту тему. Много проводится соревнований, мероприятий. Вот недавно был забег, это тоже для здоровых людей. Вы участвовали в этом забеге? Конечно. Да, в нашем городе проводятся спортивные мероприятия довольно часто. Ну, если кто хочет, то, наверное, я не в городе живу, я в сельской местности живу. Так что я это, и не знаю, как тут в городе, как в Тритополе на Плющихе. Понятно, по делам сюда приехала, а мы там с подружками собираемся, физзарядку делаем, лес ходим. Короче говоря, в огородах работаем. Так что у нас, я считаю, нормальный сельский образ жизни. Честно говоря, я не знаю, потому что я просто не вникаю. У меня дача, у меня здоровый образ жизни с утра до вечера каждый день. Так я всегда не вникаю, у меня нет программы этих местных. А так, да, и спортивные, спортивные, ну, конкурсы эти всякие, это есть для детей. Подростков это все есть, насколько я слышу. У нас, допустим, вот мы занимаемся в стритворкаут, у нас почти каждые полгода, каждые три месяца у нас проводят мероприятия, посвященные Дню Здоровья, Дню вообще спорта. И каждый может показать все, что он умеет. У нас проводится огромное количество мероприятий, в этом участвуют и военно-патриотические клубы, и военно-патриотические движения. И в первую очередь очень сильно стремится администрация к этому, это отдел молодежи, культуры, ну, все, можно сказать, и образование. И в первую очередь у нас глава нашего города, конечно, Иван Сергеевич Приходько, он очень много уделяет внимания молодежи и спортивным мероприятиям, и военно-патриотическим мероприятиям. Субтитры сделал DimaTorzok